Все-таки четверг – это день нашей встречи с Мишей Чаплэйгой. Миш, приветствую тебя. Привет, дружище. Ты таки нашел кирпичную стену сзади за тобой. Ну, фишка. За внешний вид, да, извините, вырвали меня с партизанской борьбой в Испании. Ну, видишь, как прекрасный партизан Чаплэйга и из-под поля Шелест. Сейчас будем обсуждать все происходящее, причем и международки коснемся, и, конечно, ситуации внутри страны. Но я хочу вот прям со старту всех сконцентрировать на чате и на телеграм-канале «Миха Анархист», потому что 1 августа пришло, и начинается вот математика. Миш, август начинается, и как ты думаешь, какая вероятность того, что математика даст сбой? Никакой. Никакой, отменить ее невозможно по одной простой причине, что она продиктована событиями, которые, ну, математика, ну, что такое математика? Вот многие меня спрашивают и смеются, говорят, это, наверное, какая-то тарология спрятанная, да? Нет, жил-был такой себе профессор Тронь когда-то в Академии Госуправления, где я учился. Никто его не понимал, я его тоже не понимал. Брали эти методички, пытались сделать эти К, К чего-то в степени там и так далее. В общем, такая длинная формула, нужно было взвешивать каждый коэффициент. То есть твоя задача – подобрать коэффициенты, то есть в эту формулу, и придать им вес. Это твое искусство, это только художник может сделать. То есть беда в том, что ни один студент этого сделать не может в силу отсутствия опыта, знаний, ну, и так далее. Но теория правильная. Но для того, чтобы она заработала, тебе должно быть приблизительно, как мне, 50 лет, понимаешь? То есть тогда оно начнет работать. И у тебя должен быть там ранг госслужбы, ты должен пройти 20 лет этой службы, ты должен это все понимать, понимаешь? И тогда ты начинаешь, оно приходит к тебе. И когда мне говорят про математику, ну, что я делаю? Я выбираю коэффициент, то есть я выбираю, что влияет. Вот, например, там, сколько времени, какой срок, значит, там, полномочий одних и вторых. Какие факторы влияют на продление? Когда будут поставки те или другие? Какая средняя, сколько денег в среднем дает США нам, например, да? Что у нас с дефолтом? Какие у нас поступления? Какой внешний долг? И так далее, и так далее, и так далее. Ты проставляешь, просто выбираешь факторы, присваиваешь им коэффициенты и в третьей плоскости по времени составляешь, то есть когда. И потом ты это все, ну, то есть это такая трехмерная матрица, где ты видишь картину, да, функцию. И ты потом наблюдаешь, знаешь, как за морем. Ты смотришь на море, и ты видишь вот эти вот волны, то есть вот оно в таком трехмерном пространстве. Вот, собственно говоря, вся математика. Могу ли я ошибиться? Ну, может быть, я где-то не сделал поправку на ветер. Может быть, ну, мало ли. Может, я чего-то не увидел. Может быть, я дна не увидел. Ну, может быть, там какие-то камень есть, пробежит волна, и будет пена, и так далее. Но это мелочь. Это мелочь. Оно никак не повлияет. Вот, собственно говоря, тут магии какой-то нет. Поэтому ничего не изменится. Я сразу тебе скажу, август будет, ну, как и июль, я же говорил, июль и август, это будет ни шатка, ни валка. По одной простой причине, что у русских математика складывается чуть-чуть по-другому, как мы себе ее представляем. Русские первые. Значит, нам нужно понимать две стороны. То есть мы, ну, в большой-то игре, в первом большом пределе у нас играют кто? Украина и русские. В более глобальном пределе, в чуть большем, играет Британия за акваторию Черного моря, Турция за свои торговые интересы и акваторию Черного моря и интересы на Ближнем Востоке, да? Играет Китай, потому что у него один пояс, один путь и плюс у него стратегический союз с Россией и у них АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион и отношения с США. Плюс кто у нас еще из таких серьезных игроков? Ну, наверное, Израиль, но он не наш, он косвенный. Израиль – это наше зеркало. Это, знаешь, как две войны, просто симметричные. Просто, вот знаешь, как вот, ну, и меня спрашивают, кто кого зеркалит. Да Бог его святой знает. Ну, то есть курица или яйцо, что было первым, да? То есть вот Израиль – это такой третий фактор, который, знаешь, как зеркало, висящее в комнате, да? То есть вот. И когда ты это все начинаешь складывать, ты начинаешь понимать эту математику. Знаешь, берем в первом пределе, что русские сказали. Значит, они говорят, что то, что они хотят, да? То есть что на них влияет? На них влияют такие вещи, как геополитика, геостратегия, да? И интегральная безопасность. Они устали уже это повторять. Не очень зря, что мы не слышим этого. То есть я не хочу, ну, чтобы мне там рассказывали, что я там какой-то этот адепт русского мира или что-то еще. Вот. Но если ты пытаешься решить уравнение, то тебе надо понимать функцию, как работает противная сторона. Ну, иначе ты не сможешь ее решить. Значит, функция противной стороны достаточно простая. Они живут в мире точно таком же, в котором в свое время жил царство ему небесное Киссинджер и все остальные. Весь Госдеп, США и так далее, живут в том же мире. Они живут, поскольку им всем в среднем, чтобы ты понимал, в среднем им 70 лет. То есть это люди значительно старше нас с тобой. И они живут в старой парадигме. Если кто-то думает, что время меняется или меняет людей, то я вам скажу. Я уехал с Украины года когда-то, два с половиной назад, да? Для меня время замерло. Вот сейчас меня гостят здесь наши коллеги с Украины, которые там, ну, вышли замуж очень давно, уже лет 12 нет их в Украине. Да, они живут в другой стране, а потом здесь. Здесь, можно сказать, гостят на курорте. Ну, как укропа, они дом купили. Ну, то есть как бы живут в Украине. Нет, сейчас, потому что... Ну, сейчас, да, да, да. Но к чему веду? Жизнь у них остановилась 12 лет назад. Жизнь у меня, тогда как часы, они остановились два с половиной года назад. Старое название улиц, старое понимание отношений, старое понимание общества, ну, и так далее, и так далее. Старое понимание политических раскладов. Хочешь, не хочешь, оно тобой рулит. Прикинь, 12 лет назад, люди, да, то есть... А до сих пор же многие в политике, ну, из тех, кто были и так далее. И ты моделируешь, твой мозг моделирует сегодняшний день, исходя из знаний 12 лет назад, на основании того, что ты знал тогда. Я уехал со Львова, когда мне было 17 лет. 17 лет. Для меня до сих пор существует улица Жовт-Невая, понимаешь? Для меня до сих пор существует там Роза Люксембург, там и так далее, и так далее. Я... Вот мой мозг так устроен. Для меня Львов – это тот, который замер, когда мне было 17 лет, понимаешь? И отношения в городе мой мозг автоматически моделирует по принципу, когда мне было 17 лет, исходя из того, что есть сегодня. Вот я к чему это так долго рассказываю, потому что это очень будет полезно людям, когда они анализируют для себя глобальную политику. Кто творит политику в России, кто творит политику в Турции и кто творит политику в США? Ну и в Китае. Одногодки. И в Китае. Одногодки. Сколько им лет? 70+. Это Люкс. 70+. Ты представляешь, насколько назад замерло их время? Представляешь? Они живут еще временем Советского Союза, ну, холодной войны и так далее, и так далее. Это время, вы в голове, что означает? Означает, что есть два крупных блока. Ну, то есть есть западный блок во главе с США, да? И темный, дремучий, восточный блок во главе с СССР. Ну, неважно. Назовем эту СССР, назовем ее Россией. Ну, типа СССР. А что для них СССР? Где там Украина? Понимаешь? Они не понимают многих вещей. Ну, Украина в СССР. В СССР. Ну, все же не ясно. Понимаешь? Для них до сих пор существует Восточный блок. Вот это бывший, как оно, Варшавский договор. Они их, конечно же, аннексировали к себе. Это абсолютно понятно. Но при этом, понимаешь, как тебе сказать, когда я построил дом для десятерых домочадцев, это одно. Когда я пустил в этот дом пять новых домочадцев, они никогда не станут старыми. Запомни это. Никогда. Они будут моим буфером. Понимаешь? Буфером. То есть, я купил дом. Я вот нахожусь и наблюдаю вокруг. И ты знаешь, все меня устраивает, особенно вот та гора вдалеке. Но меня очень печалит, потому что всякие оккупанты тут ходят. Окупас или как их там. Ну, мало ли. Социалисты же при власти. Вот. Поэтому меня очень интересует что? Меня очень интересует периметр. Понимаешь? То есть, дома по периметру меня должны быть в моем союзе. И если вдруг что-то с этими оккупантами где-то они там появятся, то первыми они зайдут туда. Понимаешь? Ну, то есть, я инфу получу. Но будут ли они членами моей семьи? Нет, конечно. А теперь далее, мой друг. А если я начну смотреть, о, тут до горы еще, знаешь, сколько таких? А там на горе Путин сидит. Сидит гаденыш и смотрит мне в окно. Понимаешь? Гад. А я, о, о, точно вижу. Вот вдоль горы, вот там идут такие, ну, до середины горы, вот так идут домики стоят. Ну, то есть, начали застройку там. Я думаю, значит, смотри. Но гора путинская, понимаешь? Он на ней сидит. Зараза. В общем, я их никогда к себе, в семью взять не могу, потому что гора путинская. Ну, СССР, понимаешь? Но что я могу сделать? Я могу их сагитировать, чтобы они хотели, потому что море-то у меня там, там моря нет, там горы. А море там. Я не знаю, что лучше. Кто-то любит горы, кто-то любит море. Неважно. Я говорю, вы знаете, море там. И если вы будете со мной, друзья мои, вот я вижу, я смотрю, это реальная картина. То вы сможете беспрепятственно ходить оттуда через мои, ну, то есть, я уже вот этих товарищей сагитировал. Будете беспрепятственно ходить туда и пользоваться моим билетом входа на море, понимаешь? Ну, нормальная тема. Взамен, взамен, взамен я у вас поставлю четыре катапульты, которые будут вот, вот тот рог такой чуть-чуть торчит, четыре катапульты, потому что отсюда моя катапульта туда не достает, понимаешь? Ну, никак. То есть, это уже геостратегия. То есть, это мне через космос надо запустить, понимаешь? Я в космос запустил вот так, бжжж, ракету, она потом там где-то у них упала. Ну, это время. А если я катапульту размещу там, она пиу, побыстричку по ногам постреляет. Шикарно. Сидит этот Путин, значит, смотрит мне в окно и понимает, что до меня он тоже никак не достанет, потому что у меня тут новые, старые новые друзья, понимаешь? Значит, ему надо либо баллистикой по мне лупить, понимаешь? Ну, как я понимаю. Либо ему надо что-то делать. То есть, ему надо либо переагитировать кого-то в моем поясе, понимаешь? либо каким-то образом уничтожить эту вот красивую деревню там, потому что там катапульты могут быть, понимаешь? Ну, то есть у меня в Союзе, то есть это же мои клевреты, если ты нападешь на моих каких-то тут вот, которых я тут сагитировал соседей, да, я говорю, это мой билет, ну, то есть как бы дружище. Ты у себя на горе там можешь агитировать деревни, какие хочешь, а вот эта низина, это моя, понимаешь? Ну, то есть мы так договорились. И принцип простой, то есть если я плюну в твою, как бы, ну, это я по тебе ударил, а если ты плюнешь в меня и попадешь в какого-то соседа, ну, то это все равно, что в меня, понимаешь? А получается, есть вот та деревня на горе, она на горе, но не у меня. Но катапульты мои, понимаешь? Вот интересная тема получила. Да, прям картина маслом вырисовывается. Ну, я тебе просто рассказываю про деревню. Теперь внимание. Не-не, это важно. Санечка, все остальное не играет никакой роли, эти все события, которые ты хочешь. Так вот я тебе простым образом скажу. Значит, заканчивается эта тема очень всегда печально. Заканчивается эта тема тем, что по итогу, по итогу начинает развиваться интересный, интересный план. Значит, и это очень важно для понимания будущего Украины. Если вдруг, если вдруг я, сидя за океаном, ну, считай, что это океан, ну, то есть за целой долиной, то есть я вот, там гора вот эта, где сидит товарищ Путин, да, тут другая, холмик такой, где сижу я, и между нами это долина. И эта долина, ну, моя, я ее приобрел, понимаешь? Ну, решил кинуть, знаешь, это кепочку, вот там я бурачки посажу, понимаешь? Тем более, что океан позвали. Так вот тема. Если я вдруг начинаю у себя размещать, у себя, не у клевретов, у себя, размещать РСМД, это ракеты средней и малой дальности. Это очень страшная вещь, на самом деле. Все, что было, вся холодная война, которая живет в головах США, в Китае, в России, в Турции и так далее, они живут временем холодной войны. И вся холодная война была построена на двух принципиальных вещах. Внимание, у меня нет сопилки, у меня есть эта палочка волшебная с кнопочками. Пэм, пэм, пэм. Две ключевые вещи. РСМД, договор, о ракетах средней и малой дальности и СНВ, стратегически наступательное вооружение. СНВ-2 был. Он уже почил в БОЗе, и сейчас СНВ-3 хотят. Вот две ключевые вещи, на которых строилась вся эта штука. Значит, ДРСМД, он был добровольно односторонним. То есть, чтобы ты понимал, откуда он взялся. Товарищи американцы собрали своих друзей, британцев, немцев и других. Собрали друзей и сказали, вы знаете, давайте мы договоримся о том, что мы не будем передавать технологии ракет дальностью более, по-моему, более 500 километров, более 300, по-моему, километров. Ну, я плюс-мимо. Неважно, 300, 500, плюс-мимо. Не будем передавать технологии, это первое. Не будем эти, не будем разрабатывать, или давать кому-то, или, ну, то есть, как бы, размещать, где не надо, пусковые, наземные, подчеркиваю, установки. И не будем продавать эти ракеты, ну, в третьем стране. То есть, мы, как бы, белые люди, это останется для нас, но мы кому-то давать не будем. И они с этой темой прибежали в СССР. СССР вообще не знал, что это такое. Прибежали в СССР. Те, ну, взяли эту тему, почитали, и говорят, а что это? Те говорят, в коммунике. Ну, типа, мы между собой договорились, давай и ты договоришься с нами, и, как бы, ну, значит так, ты не передаешь, у тебя есть такие технологии, ты их не передаешь и не продаешь, и мы этого делать не будем. СССР, и так вообще вопросов нет. Только давайте так, вы свои РСМД у себя, мы у себя, и мы, как бы, разошлись, ну, чтобы мы друг друга не достали по короткой дистанции. То есть, стратегическое это СНВ, да, а по короткой дистанции РСМД. И оно ни шатко, ни валко валилось, потому что это не договор. Ну, то есть, его называют договор, но это, по сути, бумага добровольных обязательств. Понимаешь? По итогу этот ДРСМД выродился в то, что это были односторонние. То есть, когда все развалилось, Россия взяла на себя односторонние обязательства и по обычным вооружениям в Европе, как оно, ДОВСЭ, договор о обычных вооружениях ДОВСЭ, значит, взяла односторонние. Наблюдение за СНВ одностороннее и ДРСМД одностороннее. То есть, все три были односторонние. ДОВСЭ никто в Европе натовские на себя не брали. Понимаешь? СНВ наблюдение. Штаты сами сорвали чуть ранее. Ну, давно, но чуть ранее. А ДРСМД никогда не было обязующим, и это было добровольно. Просто об этом мало кто знает, понимаешь? И оно политически неверно, потому что, по сути, США первыми полруки этому всему показали, понимаешь, вместе с НАТО. Ну, и оно политически неполиткорректно теперь об этом говорит. Но в результате, в результате есть две составляющие. Я это называю двухплечевая система. Помнишь, когда-то мы с тобой говорили о том, что может быть при Трампе, да? Что при Трампе Трамп посылает нахер Европу и говорит, разбирайтесь сами. И тогда должен выстроиться договор РФ-ЕС о наземной составляющей и РФ-США о геостратегии. Таким образом происходит одна большая хрень, раздел Украины. Вот что они... Ну, почему план Трампа плохой для нас. Теперь я тебе простыми словами скажу. РСМД – это на короткой дистанции. Ну, то есть, если я близко к тебе. И СНВ – это я сижу здесь на холме, русский – там на холме, и мы друг к другу бросаемся баллистикой. Да? Ну, космически. Теперь внимание. Но ты же понимаешь, что есть наземные... Ну, то есть, где-то же проходит граница между нами. Правда? То есть, вот мои владения, да? Вот мои там клевреты и так далее. И русские клевреты. Ну, то есть, где-то же оно соприкасаться будет. Понимаешь? Так вот, там, где оно соприкасается, это называется... Ну, близкой дистанцией, да? Малая и средняя дальность. Все было хорошо до тех пор, пока не прибежали товарищи американцы и сказали, что мы разместим ФРГ. Першин... Помнишь, эта история про Першин, да? Маленький мальчик – это из моего детства. Это все было в истории. Я зачем так долго это все рассказываю? Потому что люди, которые нас смотрят, либо забыли это почему-то, выключили у себя в голове за эти два года, а другие еще не родились, когда это все было. Так вот, когда я был маленьким и ходил в садик, у нас была считалочка такая. Маленький мальчик нашел Першин-2, красную кнопку нажал у крыла. Долго что-то там японец понять не могла, да? Что за грибок там? Нет. Долго что-то там в Японии не могли понять, что за грибок раздался вдали, понимаешь? Вот. Так вот эти Першинги. Ну, кто помнит, это давно было, еще при Советском Союзе. Вот с этими Першингами. Это и было РСМД, ракеты средней и малой дальности. Томогавки, по большому счету. То есть то, что США сейчас хочет поставить, томогавки, которые могут достать до Москвы, причем быстро, вот по-простому, понимаешь? Что русские говорят? Вы что, совсем охерели? Томогавки, которые будут мне по Кремлю лупить. Что за мода? А американцы говорят, так вопросов нет. Значит, вы валите нахер с Украины. То есть, ну, обратно, да? То есть вы цофнуетесь. Заткуете. То есть вы валите обратно. Мы выдвинулись сюда. Вы валите обратно. И, поскольку вы свалили обратно, мы не будем ставить Першинг-2, да, грубо. И это интересная стратегия, потому что таким образом они говорят, что вы заканчиваете войну в Украине на условиях Украины и сваливаете. А мы, ну, чтобы вы не считали себя пораженными, а мы отказываемся от этих ракет и устанавливаем геостратегию. Ну, то есть как бы баланс, да? И смотри, вроде как, ну, выгодно, да? То есть туда-сюда. Ну, есть нюансы по... Стой. Постревоенной Украине. Сейчас, дай мне еще пять минут. Ну, это очень важная вещь, понимаешь? То есть люди хотят какой-то... Знаешь, все бегают за просо, которые высыпали тут сегодня, понимаешь? Они это просо обсуждают. Они никогда не могут понять глобальную картину, откуда эта просо берется, понимаешь? И наша с тобой задача дать людям глобальное понимание. Так вот, смотри, мой друг. Вроде как, предложили. А русские в ответ говорят, так, тема, вопросов нет. Все понятно, что вы хотите. Говорит, только мы начинаем разработку Искандера-1000. И до Нового года будут наземные установки. И мы их поставим там, где нужно нам. И понимаешь, когда пошла вот эта... Ну, качель вот эта по ФРГ, ну, что поставят ракеты американцы, РСМД на русских. Качель, понимаешь? С одной стороны, это ход конем с принуждением русских выдвинуться от нас. Ну, то есть это в поддержку нашего мирного плана. Да. Но 50% другой стороны. Что русских это взбесит. Понимаешь? И они попрут поближе для того, чтобы попасть, где это будет. То есть тогда им нужна будет дистанция, на которой они смогут ближе поставить. То есть если ты с границы Польши и ФРГ можешь лупануть... Ну, где ты еще поставишь? В Польше ты это не поставишь. Если ты с границы ФРГ можешь лупануть ядеркой по тактической, лупануть по Москве, то тогда русским в ответ, надо хочешь, не хочешь, кровь из носу, придвинуться к границе Польши, для того, чтобы лупануть не только оттуда, откуда улетела, но и по Лиссабону. Понимаешь? То есть это же как бы... К чему я это веду? Я веду к тому, что я оценил это как дурной знак. Потому что многие начали этому радоваться и говорить, смотрите, поскольку русские идут по Украине, ставят ракеты ФРГ, и это принудит русских отойти. Я говорю, понимаете, друзья мои, да. 50% вероятности такой да. То есть логика есть. Но беда в другом. Что если США решили разместить ракеты эти там, это значит, что они четко осознали, что Украина падет под русскими. Потому что это шаг последней воли, грубо говоря. То есть если я, просчитывая наперед ту деревню, понимаю, что она падет, мне нужно делать вторую линию обороны. Понимаешь? Мне нужно ставить эти ракеты там, где-то у поляков, где я там увижу. Ну, кто у меня там на горизонте, понимаешь? Если падет та, мне нужна вторая линия обороны. И если я при живой Украине начал выстраивать вторую линию обороны, это значит, что я в своей голове, в мозгах, блин, я уже ее сдал. Понял? Вот в чем дурацкий знак. А если ты наложишь этот дурацкий знак или накладешь на помощь, которую дает нам США, посчитай, сколько они нам давали в месяц за вот эти месяцы. Не, ну много давали. По сколько? По 200? 150? Миллион. Ну, смотри. Оно ж приблизительно в порядке цифр. Чтоб ты понимал. Вилла, как ты думаешь, сколько стоит вилла, средняя вилла в районе Аликанте, вот в Испании? Не, не надо быть каким-то олигархом. Петров 10, наверное, да? Не, не миллионов 10. Не, стоит от 400 до миллиона. Ну, то есть от полмиллиона до полтора миллиона. Это просто вилла. Ну, так, небольшая. Понимаешь? А чтоб ты понимал, с точки зрения государства, ну, то есть вот просто умножить на сколько там, полтора миллиона, ну, умножь на сто, да? Это будет 150 миллионов, да? Ну, полтора миллиона, 150 миллионов, да? Умножь на сто. Так вот, на сто – это ни о чем. Просто я нищеброд. На сто – это просто кто-то чуть побогаче меня. И ты хочешь сказать, что помощь США всей стране, воюющей, 150 миллионов – это что? Это купить три дома тут вокруг или что? Это все? Сколько раз они нам давали по сто? 150-200. Уже, наверное, полгода где-то, да? Санечка, ты понимаешь, что это все равно, что, ну, то есть мертвому давать? Ну, то есть это уже все. Я эту деревню сдал. Я же строю уже другую линию обороны. А для того, чтобы они продолжали смотреть в ту сторону, ну, в сторону горы, а не смотрели в мою и не бежали, курва, сюда. Понимаешь? То есть это уже все. Это, знаешь, как гробовые. Это называется гробовые. Понимаешь? Ну, так это называется. Теперь, когда приезжает это Принскер, это страшные люди, эти Принскеры. Это, ну, мое субъективное мнение, это страшные люди. С ними лучше не связываться. Я очень советую почитать всем в Гугле настоящую историю семьи Принскер. Как они заработали деньги, кто они такие, как они зарабатывают сейчас. Та история, которую опубликовала «Украинская правда», принадлежащая Тома Шуфиале, ну, клевреты этой, в принципе, это чуть-чуть другая история. Почитайте реально. Это страшные люди. Они способны посчитать даже эти, как оно, связки вот эти, которые после смерти вынимают хрящики. Понимаешь? Потом в Германию отправляют на обработку. Хрящики посчитают на трупах. Понимаешь? Это страшные люди. И, понимаешь, когда даже эти страшные люди приезжают в Украину и говорят, все, тема закрыта, мы уезжаем. Это, знаешь, как похоронная команда, которая должна была оценить вообще все, что у тебя тут есть, понимаешь? И каким-то образом посчитать, достаточно ли это для твоей жизни, если они посмотрели и сказали, о, нет, собрали манатки и уехали. Знаешь? Прости, ради Бога. Вот. И она собрала манатки и уехала. И это совпало, знаешь? Нет, она уехала с сожалением. Ну, понятно, конечно, с сожалением. Я бы тоже посожалел. Ну, хорошая деревня, на самом деле. Понимаешь? Там можно было бы нормально бабки делать. Ну, я же ее вижу с окошка там на горе. Понимаешь? Дело в том, что это совпало с кредитами. Как ты думаешь, какой кредитный долг Украины сейчас? Более 150 миллиардов долларов. Ну, это все сравнялось с ВВП. Нет. Нет, Санечка. ВВП у нас не существует. Если тебе кто-то рассказывает о том, что в Украине существует ВВП, то если бы у нас существовало ВВП, то Украина могла бы хоть что-то, ну, как-то существовать без внешнего вливания. У нас не существует ВВП в принципе. Понимаешь? ВВП тебе рисуют очень просто. Я много раз тебе это рассказывал на пальцах и зрителям. ВВП очень просто. То есть, когда мне нечего жрать, и у меня ровно ноль, мое ВВП ноль, да? Точнее, оно не ноль. Оно минус сто, потому что я набрался кредитов чуть ранее. Оно минус сто. Я выхожу на балкон, вот тут красивый балкон, я говорю, дайте мне, дайте мне, дайте мне, дайте, дайте. А дайте мне тысячу долларов. Ну, и народ говорит, Миша, блин, ну, тут люди, дети отдыхают, ты орешь, как непонятно что. Что тебе надо? Я говорю, дайте тысячу долларов. А говорят, не дадим. Я говорю, дайте тысячу долларов. Короче говоря, ближе к концу дня крышу срывает у хозяев, потому что, если я продолжу кричать, дайте тысячу долларов, у них больше не будет клиентов помыться здесь, в этом бассейне, понимаешь? Они уедут просто. Они приходят, говорят, Миша, на тебе тысячу долларов, только чтобы он тебя тут не видел. Не ори, блин, с балкона. Я говорю, понял, все, взял тысячу долларов. Но они же в долг дают. И смотри, как, внимание, у меня было ноль, да? И вдруг у меня тысяча долларов, ну, в бюджете моем. Скажи, пожалуйста, с нуля до тысячи, это нормальный рост ВВП? Это ж ВВП? Тысяча процентов. Тысяча процентов, видишь, как интересно. А это же долг номинированный, ну, ВВП номинированный в долларе, да? Отлично. Но это же больше трех процентов. Больше. Соответственно, поскольку это больше трех процентов, я должен отдать это Яреске, которая была чуть ранее, после Майдана. Они же каждый раз, когда война, что делается? Значит, падают долговые обязательства. Потому что, ну, народ говорит так, мы владеем вашим долгом, значит, и мы нормально на этом зарабатываем. Но когда война, огромный риск, что мы вам денег не дадим. то есть, как бы, понимаешь? И народ что делает? Да ну вас всех нахер. И начинает продавать долговые бумаги, наши же. Причем по мусорной цене. И как только они идут по мусорной цене, появляется Яреска, и все, ну, и Принскер, и Яреска, и так далее. И они по мусорной цене это скупают, понимаешь? А потом говорят, давай, деньги давай, деньги, деньги давай, ай-ля-ля-ля-ля, помнишь фильм, да? Денги, деньги давай, альпийское нищенство, чек какое-то. Понимаешь? А денег нет, денег нет. Тогда они говорят, а давайте так, раз денег нет, давайте все, что выше 3% ОВП, вы будете отдавать нам. Теперь ты понял, да? То есть я взял 1000 долларов в долг, это намного выше 3%, и все, что выше 3%, я возвращаю к предыдущим. Понял, да? Охеренная схема. Как Марченко, знаешь, мне уже сказали, что министр финансов, он не совсем наш. То есть у него просто офис там на Банковой, или где у него там? Ну, смотри, я хочу, я хочу на правах, на правах короткой рекламы. Сегодня тоже есть видео с Алексеем Кущем. Перейдите, посмотрите. Омничка. Очень детально. Он, знаешь, я поразился, говорит, Яреська курит в сторонке. По сравнению с этими? И затягиваясь, говорит, а что, а что так можно было? Если варанты Яреська, о которых ты постоянно всех, ну, как бы, призываешь вспомнить, да, они там зиждились на каком-то росте, что-то там выше, то тут не, 28-й год, если прогноз МВФ, подожди, 28-й год, если только прогноз МВФ, они нарисуют, что они захотят, да, окажется ситуация чуть лучше, 12% из того, что сегодня списали, назад, то есть Яреська до такого даже додуматься не могла. Не под реальный рост, а под прогноз какого-то роста в будущем теперь нам продают. Это капсда, это просто капсда, понимаешь, ну, я призываю куща смотреть, слушать, читать и так далее, и это тот, кого можно размещать прямые ссылки у меня в телеге и так далее. Алексей, это светлейшая голова, светлейшая голова, и это огромный плюс тебе, что ты приглашаешь его и даешь возможность людям его слушать, его аналитику и так далее, это настоящая, очень светлая голова. Теперь внимание, друзья мои, значит, закон подписали, да, сегодня, чем вчера, про, ну, понятно, прибежали потом такие шелесты ко мне, вот это в чат, значит, говорят, Миша, Миша, ты тоже там был, да, кредиты брал, говорит, мы тут набрали в банках кредитов, значит, украинские, Миша, Миша, а мы тоже можем не платить? А я им такой плакат, это другое, да, это называется дефолт, это называется прекрасным словом дефолт, ну, кто кому служит, Министерство финансов, это у Куща лучше можно об этом узнать, я хочу вот здесь, а что ты хочешь вот здесь, я хочу вот здесь, это важно, это важно сейчас, и вот мы смотрим на эту гору, деревеньку на горе, да, ну, вот, красивая метафора, которую ты все очертил, немножко мы углубились в экономику домочадцев, дефолтную, мы смотрим на... Ну, чтобы понять, что у нее не будет экономики, то есть, я к чему это веду, люди, которые, сейчас ты скажешь, люди, которые мне рассказывают, я их называю мирумирцы, не потому, что я их ненавижу или не люблю, или, может быть, я, храни Господь, не хочу мира, я хочу мира, только я вам просто говорю, его не может быть, по одной простой причине, что эта деревня, даже если продать напарные органы, ну, вообще все, что там есть, еще и выкопать, однажды я давным-давно, сейчас ты продолжишь, давным-давно я приехал к моему другу в Севастополь, в Учкуевке, у него там база была в Учкуевке, бывший пионерский лагерь, он взял его себе в аренду, и мы там, ну, приглашал нас, мы были, приезжали, а у него прямо за забором стоял такой огромный недострой, охрененный недострой, типа база какая-то должна была быть и так далее, я говорю, слушай, а что ты его не заберешь, он же гниет, рассыпается, давай ему, ну, достроим, сделаем все, он говорит, Миш, нет, к сожалению, этот недострой должен упасть сам, я говорю, это как, он говорит, очень просто, когда его делали, украли очень много денег, то есть, его реальная цена, грубо говоря, сто долларов, ну, то есть, ну, с тем, что работа, земля и так далее, сто долларов, говорит, но по бумагам, которые на него, он стоит 10 тысяч долларов, его не могут продать дешевле 10 тысяч долларов, потому что он по бумагам 10 тысяч, их украли, я не могу его купить за 100, я бы купил, да даже за 150, даже за 200, но его не могут, и в результате его никто не купит за 10 тысяч, понимаешь, а его не продадут дешевле, и он говорит, Миша, мы все ждем, ну, пройдет 5-10 лет, ну, когда-нибудь оно рассыпется, понимаешь, это я тебе про деревню. Так вот, зачем среди жителей деревни проводить лебисцит, референдум о территориальной целостности деревни? Для того, чтобы подрочить ее, наверное, извини за мой французский, можно я займу более удобную позу, спина, знаете ли, да, я думаю, для того, чтобы их просто, ну, как-то взбодрить или что. Мой друг, скажи, пожалуйста, а Конституция Украины подразумевает референдум о территориальной целостности? А что такое Конституция Украины, Миша? Друг мой, это святое, понимаешь, вот ты нашел у кого спросить, я был помощником Михаила Дмитриевича Сироты, понимаешь, и был секретарем по идеологии трудовой партии у него, принял, то есть, как бы, я считаю себя его учеником, ну, то есть, мне так нравится считать себя, вот, к сожалению, он погиб, и многие наши планы не получились, но он папа Конституции, его принято, ну, не он один, конечно, но его так, ну, поскольку он всю ночь выстоял, его назвали отец Конституции, и очень много знаю о том, как рождалась Конституция, какие идеи были заложены, как ее Кучма изнасиловал ночью по телефону, когда звонил в Раду, что по итогу получилось и так далее, поэтому, когда ты меня спрашиваешь, что такое Конституция, я тебе скажу, это генокод Украины, конституция, это генокод. Подожди, во-первых, нет уже этой Украины. Санечка, подожди, 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 нет уже этой Украины, нет уже, нет уже этих, скажем так, статей, которые не соблюдаются, так почему референдум не провести, раз у нас все в нарушении Конституции происходит, ну, так и это будет. Сан, нельзя эти, нельзя эти этой философии, нельзя. Лучше я буду последним сумасшедшим, в чьей голове живет Конституция, потому что это генокод страны. Если умрет генокод в моей голове, вот, в нашей Конституции, вы больше никогда не построите Украину. Вы не думайте, что это я какой-то там особенный, или чего-то. Это вы особенные. Если в вашей голове, то есть, если вдруг, ну, грубо говоря, в деревне, в деревне живет тысяча человек, тысяча, у нее есть самоуправление, какой-то люди простые и так далее, даже если у вас останется 100 человек, которые будут преданы, ну, как-то, знаешь, как расписанию принципу жизни деревни, принцип этой деревни, на которых она появилась, она будет. даже если из этой тысячи 900 человек будут кричать, что это не нужно, мы это все херня и так далее, и все это местное самоуправление там будет кричать и так далее, но в этой деревне будет хотя бы 10 человек, в чьих головах будет жить этот принцип, эта деревня спасется. Хотя бы 10. Если вы похороните в своих головах Конституцию, вы похороните Украину. Вы сделаете вреда больше, чем все Путины вместе взятые во всем мире. Украина существует до тех пор, пока существуют украинцы. Пойми, мой друг, эта деревня вполне может, если там уже ничего не растет, и земля неплодородна, она вполне может переместиться, вот я так смотрю, мне чуть-чуть тут подвинуться, это километр где-то, два, да, и она будет, потому что это те же люди, понимаешь, и они вырастят новый урожай там, это те же люди. А если не будет этих людей, и там возникнет деревня, то это будет не та деревня, понимаешь. Украина существует до тех пор, пока существуют живые украинцы. И второе условие, до тех пор, пока в их голове существуют правила и принципы Украины, изложенные в основе Конституции. Это как 10 заповедей, которые Моисей дал евреям. Понимаешь? Если ты разобьешь эти 10 заповедей и скажешь, да это все. Ну хорошо. Все, на этом все. Так что спрашивать у людей? Я не знаю, что спрашивать и как. Так, объясни мне. Я вчера задался этим вопросом, и просто вчера, знаешь, мне сейчас больно об этом говорить, потому что оказалось, что я очень многих обидел. Я пытался в людях пробудить разум. Знаешь, такой красивый этот, зайчика мне прислали, зайчика с таким, такой вот зайчик. И написано в этом всем, что я не... М-м-м, тебе мозг, я пытаюсь зачать в нем разум. Знаешь? Вот. И я рядом вопросов пытался зачать разум в головах людей. К сожалению, попытки зачать разум в головах людей означали ранимость. Понимаешь? Я, видимо, не смазал. Ну, бывает с вазелином или без. И, видимо, я сильно поранил в мозге людей, где должен был бы зародиться разум. Поэтому я задал простые вопросы. Вопрос первый. Как можно провести в принципе референдум, если не проводить выборы? То есть выборы нельзя, а референдум можно. Да? Это как? Это первое. Я даже не хочу... Нет ответов на эти вопросы. Второе. Вы думаете, что референдум можно провести в ДИИ? Нет, нельзя. Потому что референдум конституционная штука, которая прописана в разделе электоральном. ДИИ не сертифицирована и не признана как выборная система. Вы не можете по определению провести референдум в ДИИ. Точка! Это даже... Убейтесь об стену, прежде чем спорить со мной. Никак нельзя в ДИИ провести. Просто никак. В ДИИ можно провести опрос. Оприз. Ну так я с таким же успехом оприз могу провести у себя в телеге. Правильно? Оприз. И последним пунктом кто на разливе? Я думаю, что он наберет больше всего. Понимаете? Соответственно, провести референдум невозможно. Невозможно. Это просто славоблудие. Просто славоблудие. Но дающие какую-то определенную надежду кому-то. Референдум позволяет переложить свою вину на кого-либо. Ты же понимаешь. Еще со времен Деголя, и сказал это, по-моему, Деголь, кто объявляет референдум, тот его и побеждает. Эта история понятна. И именно поэтому в цивилизованных странах категорически запрещено что? Совмещать референдум и выборы. Потому что кто объявляет референдум, тот формулирует его вопросы и побеждает. Понимаешь? Именно поэтому запрещено совмещать референдум и выборы. А теперь если ты это понятна. Так мы не совмещаем. Референдум это референдум, выборы это выборы. Я понимаю. Я же не про это. Друг мой, я не про это. Я к чему веду? Кто объявил, тот и выиграл. Его невозможно провести. В принципе. Теперь далее. Вот это, я их называю по-доброму секта Миру Мирцев рассказывают, что можно какие-то переговоры провести и так далее. Если вы послушали всю краткую лекцию про деревню, про то, как эти седоглавые руководители КНР, США, Турции и так далее, как они видят мир. Я же не зря вам рассказывал, что в моей голове до сих пор улица Желтнева. Понимаешь, во Львове? У них в голове СССР, понимаешь, противостояние блоков, холодная война и так далее. Так вот, мой друг, когда мне начинают рассказывать о том, что мы хотим, чтобы КНР, чем сильнее страна, надавила на русских, чтобы те ушли, ну, это какой-то инфантилизм или что это? То есть, КНР, которая претендует на третью, ну, то есть, быть, КНР претендует на правоприемника СССР. То есть, сейчас правоприемником является Россия, да, то есть, и они считают себя там большой ядерной державой, но сейчас новый центр и рассказывают нам про треугольник Россия, КНР, США, да, но на самом деле правда жизни такова, что не треугольник, то есть, наследником СССР сперва стала РФ, Россия, а теперь становится КНР, но это длинный процесс, по итогу КНР станет наследником СССР, понимаешь, но это будет в перспективе. А Россия варшавский пояс? Типа того, типа того, как бы это, ну, я понимаю, что сейчас тут возбудятся тролли и так далее у тебя в комментариях, ну, так оно и есть, объективно, то есть, нету треугольника, биполярность была и будет, треугольник это временно, это как вот ты на куща сослался, а ведь у куща прекрасный был текст, и он называется задача трех тел, это очень важно, погуглите, задача трех тел, это очень интересно, это очень интересная штука, которая поможет вам в умственном развитии, задача трех тел не решается до того, пока ты не исключишь третье тело, двух, да, ты можешь решить, но трех нет, задача трех тел, это какое из трех тел ты должен выкинуть, для того, чтобы оставшиеся решить, так вот, сейчас мы, ну, всегда было, задача трех тел, это доведение до двух, понимаешь, и было два, СССР и США, сейчас появилось три, Китай, транзитный, и теперь идет игра, кто третий лишний, то есть, какое третье тело уйдет, понимаешь, кто уйдет, КНР уйдет, или США, или всего русский, ну, смотри, подожди, там в США не пойми, что происходит, подожди, я сейчас дойдем до твоего, ну, погоди, там все пойми, все, как бы, может идти к тому, что США уйдет, никуда не будет, значит, скорее всего, уйдут русские, ну, это перспектива, это 10 лет, ну, то есть, это нужно мерить периодами большими, чем период, значит, там месяц, день, два и так далее, это период 10-20 лет, может быть, больше даже, но не важно, то есть, по итогу, это будет все равно биполярная штука, понимаешь, вот, и Америка, про которую ты вспомнил, они правильно рассчитывают, то есть, они считают, сейчас идет фигура трех тел, но три тела нестабильная вещь, то есть, нет решения у этого уравнения, кто-то один должен вылететь, понимаешь, и тогда будет фигура двух, тогда это решаемое уравнение, и они решают кто, и в США все начинают понимать, что по итогу выбрасываются русские, потому что тогда остается, ну, КНР и США, они уже сейчас понимают, с кем они будут реально противостоять, то есть, все равно будет задача двух тел по итогу, и они делают ставку не на то, чтобы КНР отказалась от русских, а ставку на то, ой, точнее, чтобы русские отказались от КНР, а ставку на то, чтобы КНР от русских, ну, то есть, им нужно отсечь, кого от кого отсекают, понимаешь, они хотят отсечь русских от КНР, для того, чтобы ослабить КНР, потому что в будущем они видят задачу двух тел, США и КНР, как правоприемника через посредника России и правоприемника СССР, но русские, естественно, во-первых, не хотят, а во-вторых, КНР, это невыгодно, потому что без России КНР не может играть в ту игру, вопрос ядерной триады, то есть, где у стратегии, поэтому КНР никуда не откажется, они будут в стратегическом союзе с русскими, хочешь ты того или нет, или они там хотят, не хотят, они будут, когда мне говорят о том, что КНР высасывает все из русских, а русские, типа, в колено-локтевой позиции, это не совсем верно, в чем-то да, но не совсем верно, потому что вот взамен русские получают что-то другое, грубо говоря, если, если ты хочешь очень кушать, а у меня есть яблоки, а мне нужно позвонить, а у тебя есть мобильный телефон, понимаешь, ну, конечно же, поменять мобильный телефон на яблоки, это было бы как-то, ну, глупо, да? А вот просто позвонить за яблочко? А ты понимаешь, в чем дело? Мне-то телефон не нужен, я на отдыхе, понимаешь, а тебе нужен, но я на отдыхе, я хочу покушать, а ты уже сытый, потому что у тебя этих яблок много, поэтому, если ты дашь мне яблоки покушать мне сейчас, а я отдам тебе телефон, то это будет на радость обои, понимаешь, и выгодно, но с точки зрения третьей стороны, это будет сумасшествие, потому что я отдал тебе телефон взамен на 10 яблочек, все зависит, все в мире относительно, и все нужно понимать в этих картинах, так вот я тебе скажу, то, что сейчас происходит между русскими и КНР, это вполне естественный симбиоз, который, да, с точки зрения третьей, можно глумиться и говорить, дурачидло, отдал телефон за 10 яблок, то есть, как бы, тебя вздрючили и так далее, а с точки зрения бинарной системы, вот как мы тут, оно же все со временем может поменяться, плюс я получил то, что мне нужно, мне этот телефон, собственно говоря, особо и не нужен еще там, я на отдыхе, понимаешь, а зато покушал яблочек и могу наслаждаться видом дальше, да, а те позвонили, порешали какие-то свои вопросы, там, кого-то пламера позвали, вот, там, почистить бассейн и так далее, то есть, Санечка, к чему тебя веду, веду к тому, что в этой всей задаче, по итогу, все равно останется двое, понимаешь, и Америка уже готовится к игре с Китаем, а для этого им нужно решить формулу чего? Русских, а формула русских как решаема? Она формула русских решаема путем, ну, скажем так, чего вам надо? Знаешь, как в той церкви, да, когда богатый человек стоит, богатый, просит, говорит, господи, пошли мне миллион, мне нужно сделку заключить, терроры, и он молится. Так не дают же русским, чего они хотят. И туда врывается мальчик, который начинает кромко кричать и просить Бога послать ему 10 гривен. Не сразу, не сразу, но на каком-то этапе уважаемый дядя поворачивается к мальчику и дает ему 100 гривен, и говорит, выйди из церкви, не мешай Богу делом заниматься. Понимаешь? На каком-то этапе они пойдут на это. Я думаю, что они уже пошли на это. Просто мы еще... Подожди, то есть ты думаешь, что Запад уже дает русским то, чего они хотят? Да, и по итогу даст. Спасибо.